Коллеги, позвольте представить наше неоднозначное клиническое наблюдение на такой суперактуальной во все времена сессии для клинических онкологов, потому что тут действительно поднимаются те вопросы, которые перед нами стоят постоянно, регулярно, вне зависимости от каких-то либо исследований. К случаю я тезисно пройдусь по истории пациентки. Больная 30 лет на момент постановки диагноза. История начинается в 2013 году. Тогда у нее обнаружен рак левой молочной железы, ПТ2Н0М0. Ей проведено комплексное лечение, хирургическое в объеме радикальная мастектомия, одювант и тамоксифен. Она получала 2 года до своего прогрессирования. У нее алюминиальный биопатип рака молочной железы. В 2015 году случилось первое прогрессирование. Видимо, тостаза в кости, рецидив в лимфатические узлы. Ей была выполнена лимфоаденоктомия. Там диагноз не противоречит поставленному изначально. И пациентка получала первую линию химиотерапии по клетоксел плюс алидроновая кислота. Также она получила лучевую терапию на ложе молочной железы, зону лимфоатока и на область кости таза. После завершения химиотерапии, это 12 еженедельных введений, она получала газирелин с экзамистаном. В 2018 году случилось следующее прогрессирование. Уже появились очаги в печени, по брюшине, в яичниках. Была выполнена биопсия печени, получен метастаз рака молочной железы. Также была выполнена пангистерктомия, аментектомия. Там также подтвержден тот же самый диагноз, тот же самый фенотип. Она его не меняла, только ки-67-30 повысилась до 50. И вторая линия гормонотерапии, тут же флобестрант с рибоциклибом вместе с деносумабом с ноября 2018 года. В 2019 году, чуть более чем через год, у нее третье прогрессирование, появление новых очагов в брюшине, появление новых очагов в печени. Третья линия гормонотерапии, экзамистан с эвиролимусом с декабря 2019 года. Четвертое прогрессирование в 2020 году. И вот тут из самых таких опасных проявлений болезни – это конгломераты аортоковальных лимфатических узлов, очень крупные, 45 на 17 на 79 миллиметров, окружают и сужают нижнюю полую вену. Ну и наша такая рабочая лошадка при массивном распространении – это химиотерапия в режиме GP, в которой мы сильно верим, на которой мы получаем прекрасные результаты. С января 2020 года она начинает получать, однако по УЗИ в феврале 2020 года на уровне 12-перстной кишки определяется инфильтрация забрюшенной клетчатки. Также задняя стенка 12-перстной кишки фиксирована к инфильтрату ригидно, была выполнена биопсия забрюшенного образования. И в динамике у пациентки отмечается ухудшение состояния, появление рвота, слабости, признаки стеноза 12-перстной кишки, ей накинут обходной гастроэнтероностомоз. При биопсии мы получаем смену фенотипа, это уже трижды негативный рак молочной железы, HER2 был сомнительный, однако он при фишке не был амплифицирован. Пациентка была дообследована, но из-за интересного обращает на себя только мутация PALP-2, петрисей не обнаружено. Негативная реакция на ПДЛ в опухолевых и иммунных клетках СПС менее единицы. По компьютерной томографии самое агрессивное – это конгломераты ортоковальных лимфатических узлов, уже размером до 9 см, также окружает, сужает нижнюю полую вену, подвздошные артерии, почечные вены. Пациентка на момент поступления в наше отделение ко мне находится в ЭКОК-4, гемоглобин у нее 57, повышение пченочных показателей второй степени, отеки нижних конечностей, конечно, связанных со сдавлением. Болевой синдром третьей степени, она находится в тяжелейшей кохексии. И тут у меня вопрос глубоко уважаемой публике, все-таки, где нам поставить запятую в этом случае? Лечить нельзя отпустить, да, или лечить нельзя отпустить? Хотелось бы узнать ваше мнение. Мне пока очень нравится. Если бы тут хотя бы было какое-то... Нет. Ну что ж, как мне тут? А можно... Ирибулин. Тут вопросы, конечно, ко мне, потому что на меня смотрели как на абсолютно слабоумного человека, мне не понимало все отделение, включая процедурных медсестер. Но мы с пациенткой не сдавались, тут и пациентка была не готова принять, и я была не готова. Мы вводим... Ну, конечно же, мы проводим егемотрансфузию, приводим ее в более-менее оптимальное состояние, насколько это возможно. Там отеки, она была на каталке с огромными слоновыми ногами. Ирибулин день первый. И она приходит на день восьмой. Она приходит на своих ногах. У нее прекрасные стройные ноги. ВКОК один, даже ближе к нулю. Гемоглобин все так же держится уже после переливания. И я не верила своему счастью, точно так же, как этому состоянию не верила пациентка. Это был прекрасный результат, тем более той схемы, на которую мы больших надежд на самом деле не возлагали. Мы обычно ставки-то делаем на GP. И у меня следующий и последний вопрос к публике. Как вы думаете, как много мы выиграли для этой пациентки в такой крайней линии лечения? Это 2 месяца, 6 месяцев, 11 месяцев или 8 месяцев? Мы для этой пациентки, для ее достаточно... А результаты голосования? А вот мне как-то так... Что-то меня не останавливают на результатах. Большинство проголосовало за 6 месяцев, ну а дальше примерно процент разделился. Нам удалось выиграть 11 месяцев для этой больной. Она неплохо продержалась на схеме рибулин. Далее, конечно, случилось прогрессирование. И нам удалось едать еще в течение 3 месяцев, ну, конечно же, на вельбин. 11 месяцев достаточно полноценной, хорошей жизни. Она мама двоих детей. Она была очень рада тому, что все-таки удалось в какой-то момент этот пожар погасить. Ну, и такое неоднозначное клиническое наблюдение, не знаю, может, больше сомнений это сеет в наши головы, что когда вроде как бы, ну, сам Бог велел остановиться, а мы все-таки продолжаем. Иногда это, возможно, бывает оправдано. Большое спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ